здравствуйте друзья у нас сегодня на экране вы видите молодое несмотря на бороду лицо вам сколько лет то 26 но я говорю молодое так как зовут давайте миша ой и меня миша редкое имя редкое имя в наше время каждый второй был миша а сейчас прям даже не знаю ужас да ну хорошо вы откуда сами-то я из киева приехал больше года назад приехал в сша в нью-йорк сначала там легализировался и два месяца назад приехал в кремнию то есть у вас виза была изначально не иммиграционная туристическая это вы приехали когда уже все события происходили но в киеве уже все успокоилось уже расчистить расчистили майдан да ну хорошо значит вы приехали там у вас вышло там сколько на легализацию 9 месяцев от момента подачи или момента приезда момента подачи три месяца быстренько вас смотрите-ка это все в нью-йорке произошло очень быстро на удивление ну хорошо так вы по образованию кто будете в образовании я психолог да вы что магистрская степень еще в украине где же вы там в киеве прям да знаете я вам расскажу у меня тут один был парень в киеве закончил философский факультет университета и он как-то мне говорит знаете не люблю когда спрашивают вот кто-то по профессии я говорю а что так он говорит ну вот скажешь им философ они говорят ну по философству и да а вам не говорят ну там поставь диагноз там ты же психолог да и ну диагноз поставьте она посоветует у меня такая ситуация ты же психолог вы готовили не практикую да хорошо значит а как вы к нам то попали не к некому откуда вы знаете все что есть такое? О, я до переезда в США много блогеров на YouTube смотрел. Мы с мамой вместе смотрели. Молодая мама, наверное. Да, мама до сих пор смотрит ваш канал. Маме привет, я тоже присоединяюсь. И мама до сих пор смотрит и в курсе всего, что в школе происходило. А вы у нас первый раз, можно сказать. Я, да. Подождите, так вы в какой группе, которая когда началась? 21 апреля была группа. 21 апреля, значит, это же сейчас май, июнь, июль, то есть ровно три месяца, как вы начали учиться. В пятницу, это какое было, 24 число, мне позвонили и сказали, что я получил оффер. Но вы в это время были на практике компании. Да. Значит, подождите, так что получилось? Вы с одной стороны были на практике, да. А с другой стороны вы искали работу. Или как получилось, что вы вроде бы на практике? Обычно на практике люди не очень ищут, они все-таки практикуются. Моя знакомая мне написала, что есть сейчас entry level позиции, то есть начальный уровень, сейчас набирают. В гугле? В Несте, да, это губерская компания. Говорит, сбрось мне свое резюме. Это ее рекрутер позвонила, и моя знакомая ей сказала все как есть, что у у меня как бы только три месяца опыт, учитывая школу и стажировку, и сбросила ей мое резюме. Мне потом позвонила рекрутер, провела со мной скрининг по телефону, потом назначила в тот же день по скайпу еще интервью. Уже с компанией или со мной? Нет, 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 с ней же еще менеджер другой сидел рядом с ней, был видеочат у нас. Вот она мне еще несколько вопросов задавала. И ну там и технические были, и расскажите о себе этот популярный вопрос. Фирменный наш. Да, да, да. Так. Вот, и своими вопросами она хотела посмотреть, насколько я вот мыслю out of the box, как говорят. Нестандартное мышление, да. И после интервью она сказала, что она впечатлена моими ответами и попробует сделать все, чтобы мне менеджеры назначили интервью. Так. Значит, изначально был уговор, что интервью будет только по телефону, потому что позиция начальная и после... Ну это все-таки рядом, здесь можно сюда подъехать, тут же близко. Да, ну вот по телефону было интервью, мне должны были уже сказать, берут меня или нет. Но, значит, было потом интервью с менеджерами, после этого интервью мне звонит рекрутер и она говорит, что меня хотят видеть лично. То есть уже мне назначили интервью на территории компании. На следующий день я еду на интервью, там еще было интервью где-то минут пятьдесят с двумя менеджерами в разное время. И уже после этого интервью, спустя два дня после этого интервью, она мне позвонила и сказала, что поздравляю, тебе дали оффер. А вот в каком диапазоне вообще? Вы можете там сумму не называть конкретно, бывает люди стесняются, но о каких деньгах идет речь? Вот, допустим, на рынке мы говорим, что люди получают... Это доллары в час или контракт, или постоянная позиция? Это контракт. Контракт. Я могу сказать 15-15 в час. А, ну, то есть это такие как бы именно практики, это как интерншип. Ну, это не интерншип, это позиция... Контракт. Нет, я говорю, деньги такие интерншипные. Ну, как, да. Ну, что же, с другой стороны, я хочу сказать, что это более продолжительно, чем там два месяца интерншип. И это серьезная компания. До конца года контракт. О, ну это уже серьезно. Ну, я не знаю, до конца года, полгода на 15 долларов, мне кажется, это немножко они перебирают. Ну, вы можете через три месяца там дальше на рынок пойти, если что. Я не так за зарплату гнался, как за самой идеей получить в Несте первую работу. А это вы ко мне туда приходили резюме делать? Я рабочее не делал. Нет, потому что кто-то ко мне пришел и говорит, мне там вот в одно место обещали принести. Я ему, конечно, сделал, но я ему высказал мысль о том, что работу так не ищут, что вот работу ищут, когда ты выходишь и всех бомбишь. Вот. То есть может, конечно, случиться, что и вот такое как-то из-под прилавка что-нибудь тоже сработает, но вы не должны стремиться к из-под прилавку, вы должны стремиться к рыночным операциям. То есть у вас фактически еще нет такого опыта рыночного поиска работы. У меня не было цели бомбить. Ну, да. У меня действительно была цель постажироваться, просто вот эта возможность, она как бы незавно появилась. Послушайте, но вы приехали сюда из Нью-Йорка. Нью-Йорка, да. А у вас была мысль остаться или у вас была мысль дальше? Остаться. А, то есть вы специально? Ну, я сюда перебрался. Так, а вы друзьями обзавелись тут за три месяца? Ну, да. То есть есть. В основном люди, кто у Данов, или учились вместе со мной в группе, или там где-то в общих тусовках с предыдущими. То есть много наших руководителей. Да. Ну, что же, хорошо. Не, как сказать, первая работа красна не деньгами, а как бы результатом. У меня тут парнишка один вот вчера написал из Чикаго в онлайновом классе парень, и он пишет, Михаил говорит, там, спасибо, там, туда-сюда, вот я получил работу в пригороде Чикаго, и все как я мечтал, это постоянная работа с бенефитами, там, и еще чего-то. Я думаю, боже, о каких жутких вещах он мечтал. Для первой работы не надо мечтать о бенефитах, понимаешь? И не надо, чтобы она была обязательно постоянной. Это не наша мечта. Это какой-то такой коммунизм несбыточный. И, ну, то, что через три ступеньки должно быть нельзя, должно быть на первой. Ну, то есть у него получилось, он очень рад, конечно, и все такое, но... Хорошо, молодцом. Может быть, есть какое-то слово напутственное? Вот вы к нам ехали когда? У вас не было опасений? Вы не думали, что вдруг у меня не получится? Или вы не думали, что вообще все это лажа какая-то там, ну... Ну, мне нравится эта сфера, я понимал, что просто мне надо получить азы. Ну, вы понимали, что у нас, скажем, не кидалов какой-то, что вот видите, не то, что у вас тут бабки взяли и там... Я ревью читал на разных сайтах. А может быть, ревью липовый, может быть, ревью специальных... Может быть, ну, хотелось верить. Тем более много видео с ребятами. Вот так вот сейчас, как со мной вы снимаете. Ну, да. Много есть на канале ребят, которые рассказывают свои истории успеха. Ты прав. Они вдохновляли. Ну, хорошо, ладно, давайте тогда я вас поздравлю. И вот так ребятам скажите пока, чтобы у них кто-то все получил. Всем удачи. У нас у всех все получится.